Учение Вознесенных Владык, Сан-Жермен, курс алхимии, наука самотрансформации. Глава четвертая, нет, глава первая. Твори. Когда великий алхимик вдохнул внутри человека дыхание жизни, огонь творческого духа наполнил глиняное тело, родился потенциальный бог. Практические способности к алхимии могут быть проявлены только у того, кто развил себе способность исполнить замысел свободы. Все, что связывает, не может быть другом алхимика. Однако цель алхимика – привязать душу к ее вечному месту встречи. С тем, чтобы мог быть освящен договор жизни. А также принят драгоценный дар индивидуальной личности. Личность алхимика проявляется в науке, в наказе твори. И для того, чтобы он смог подчиниться этому наказу, каждое мгновение ему передаются огненные творческие энергии. Подобно хрустальным бусинам, скользящим по хрустальной нити, энергии творческой сущности жизни сходят в чашу сознания. Не останавливаясь и не замедляя назначенной скорости движения, они продолжают падать в вместилище человеческого существа. Здесь они создают основу для добра или зла. По мере того, как каждая йода вселенской энергии проходит через записывающее звено и обретает отпечаток указа творения. Указ этот отражает намерение воли индивидуальной монады. Когда указ задерживается, великая космическая печь простраивает, ибо дар сходящего в чашу мгновения оказывается отвергнут сознанием и становится утраченной возможностью. Там, где нет уточнения, где нет указа намерения, энергия сохраняет лишь первоначальное, богоопределенное даро без печати и индивидуализации. Поэтому она падает в казну записей жизни потока, не получив даже эргоэнергии для изменения. Для индивидуума, не признающего наказа творить, творческий процесс имеет мало значения, ибо своим непризнанием, он лишает себя данные Богом привеликие. Результатом пренебрежения человеком своей ответственностью стал указ Бога, записанный в книге Откровения. «Ты не холоден, не горячий, если бы ты был холоден или горяч, но так как ты тепл, а не горяч и не холоден, то изгвергнут тебя из уст моих». «Указ творить должен быть услышан, но будем молить Бога, чтобы люди должным образом отнеслись к той высшей ответственности, которую дала им жизнь. Творить по образу божественного семени. В своих творческих устремлениях они должны следовать примеру наставников расы и царственного священства, ордена Мелхиселека, чтобы затем передать по энергетической цепочке жизни тот особый и чарующий аспект космического гения, коим является природа вечного Бога». «Вообще у меня была такая мысль сначала, знаете, само я просто это первый раз вообще-то читаю в книжке от Сен-Жермена, вот, вообще у меня была такая идея сначала прочитывать, потому что такой, в общем, достаточно, я даже не знаю, сказать, сказать сложный, достаточно сложный текст, вы понимаете, да, в общем, такой вот он, можно сказать, необычный, текст такой необычный. Была такая идея сначала его прочитывать вообще, а потом уже на видео, на мой ноутбук, на видеокамеру, но с другой стороны я решила, в общем, что, помимо моей творческой студии позитивного мышления, я еще тренируюсь в актерском мастерстве, в общем, на самом деле, я подумала, если что-то такое, тут можно будет второй раз, второй раз прочитать или отрывки, или главы из этой книги, так что... Конечно, если бы я сначала книгу эту прочитала, как обычно я в Америке, знаете, вот здесь у меня, знаете, некоторые, вот некоторые, у меня тут подчеркнут уже, прочитаны, и то, что такое, у меня очень понравилось, оно подчеркнуто в книге, вот, сбоку. Вот, если бы, конечно, я всю эту книгу уже прочитала, изучила, подчеркнула, как говорится, основные моменты и так далее, уже можно было, конечно, знаете, вот прочитать такое, как-то вот основное, да, но поскольку мною эта книга еще не изучена, зато эта книга изучена Натальей Борисовны Правдиной, и как я вам написала на моей странице ВКонтакте, Татьяна Салмановна через дефис, Мактум Сайфудин через дефис, Наталья Борисовна Правдина говорит, что эта книга, которую ей порекомендовала женщина в Америке, изменила всю ее жизнь, как и мастер, вознесенный Сен-Жермен. Может быть, благодаря этой книге, может быть, я так, в общем, Наталья Борисовна Правдина умалчивает подробности, но она вот пишет там в своей книге, что эта книга кардинально изменила ее жизнь, может быть, благодаря этой книге, в общем, как она говорит, что она очень нуждалась, ее семья очень нуждалась в Америке, и вот вдруг стремительно она приезжает в Санкт-Петербург, вот, делиться знаниями, и ей предлагают написать книгу, потом вести семинар, потом организовывают клуб, в общем, стремительно ее такой взлет, вот, и потом, вот сколько она уже 20 лет преподает фэн-шуй, вот, как же она говорит про себя, ну, в общем, посмотрите, в принципе, она основное, что она мастер фэн-шуй, у нее своя система, вот, я так понимаю, что она определила для себя, как говорится, вот, собрала определенные знания, у нее не только фэн-шуй, а другие знания, которыми она делится уже 20 лет, и успешно путешествует по миру, преподает, и достаточно богатая, состоятельная женщина, как она сама говорила на этих видеосеминарах, которые я смотрела по ютубу, что у нее есть, я так понимаю, недвижимости в Санкт-Петербурге, я так поняла, что у нее не одна квартира, не одна квартира, и дом в Турции, который она купила, вот, и по хозяйству ей помогают помощники, вот, что она дома не занимается домашним хозяйством, вот такие вот дела, вот такие вот дела, то есть стремительный взлет, и, в общем, ведет семинары, и видеосеминары, и частные консультации, путешествует по миру, по разным странам, вот, с вами семинарами, со своими книгами, и тиражей ее книг превысили более 20 миллионов экземпляров, вот, кто знает, и она так, конечно, не распространяется, но, возможно, благодаря вот этой книге, здесь же написано, и материализация, в общем, в общем, такая очень удивительная, ну, алхимия, ну, что сказать, алхимия, и обратите внимание, одно из первых видео Натальи Борисовны Правдиной, было мистерие изобилия, она как-то вот хотела вот этими знаниями делиться, какое-то мистерие, чем-то таким необычным, но потом я так поняла, что она с этого как-то, она, ну, так она, наверное, об этом говорит, но не очень, ну, может быть, я не знаю, наверняка она на своих семинарах, когда люди приезжают в Турцию, в другие страны, возможно, она на семинарах делится какими-то такими сокровенными, секретными знаниями, которые она изучила, потому что, ну, что она будет все выкладывать в интернет, на ютуб, вот, а если она будет все выкладывать, кто же будет записываться, приезжать на ее семинары, платить деньги, вот, так что вот, возможно, она на своих семинарах делится какими-то сокровенными знаниями, потому что книжка эта очень интересная, в общем, изучала, что сказать, изучала. С вами я, Татьяна Соломовна Макту, сайфы. Ну, что, давайте по оглавлению, в общем, знания, конечно, такие знания... Чудо-человек Европы, который был и молод, и, знаете, вот это вот, и владел алхимией, мог превращать неблагородные металлы в золото, в общем, просто удивительно. Так, оглавление, сейчас смотрю, здесь я оглавление. Ох, здесь, смотрите, здесь еще, смотрите, есть написано «Школа Таинств». Школа Таинств, ну, это вот в конце. Шамбала, кстати, кстати, Шамбала, Шамбала расшифровывается. Смотрите, 347-я страница Шамбала. Шамбала, эфирный град белый, древняя священная обитель Саната Кумары. С самого начала была физической копией венерианского города Кумар. Добровольцы, которые пришли на терру перед Санатом Кумары, воздвигли Шамбалу на острове, сверкающем в синем море Гоби, ныне пустыня Гоби. С материка в Шамбалу можно было пройти по красному мраморному мосту. Террасы, фонтаны, пламена и семь храмов, каждый для одного из семи лучей, окружали заметный своим золотым куполом главный храм, в котором тысячи лет назад Санат Кумара установил фокус трехлепесткового пламени. Каждый год люди приходили издалека, чтобы стать свидетелями видимого физического священного огня и взять домой по кусочку дерева, освященного Санатой Кумарой, для разжигания своих огней на весь грядущий год. Вот что пишут, как интересно, первую воспитку я читаю. Отсюда берет начало традиция сжигать в сочельник полено, что знаменует возвращение к огню христианства. В последующие темные эпохи священная обитель Шамбала была перенесена из физической октавы в эфирную. Смотрите, из физической октавы в эфирную. А чтобы узнать, что это такое, очень интересно, этим занимался, я так понимаю, долгие годы Никола Тесла эфиром. Если, наверное, изучить его труды, работы и вообще те документы, которые он оставил, я понимаю, что они там под грифом «Секретно», в секретных лабораториях. Никола Тесла сделал очень много открытий, и многие они основывались на эфире. И обратите внимание, здесь написано, что этот город Шамбала был перенесен из физической в эфирную октаву. Так что вот, такой вопрос на засыпку для суперпрофессионалов. Объясните, пожалуйста, что такое, вот, перенесен был из физической октавы в эфирную. Так что вот, и как это выглядит? Интересный, правда? Интересный вопрос. Смотри, 31 декабря 1976 года Гаутама Будда, иерарха Шамбалы и преемник Саната Кумары провозгласил, что Америка является местом, куда мы перенесем Шамбалу. Он сказал, что в один прекрасный день мы перенесем этот город Света сюда. Смотрите, город Света. Город Света. Это будет реализацией ныне вторичного силового поля аспекта Омега Шамбала. Аспекта Омега Шамбала в то время как альфа-аспект останется расположенным там, где он есть. Так, еще раз. Смотрите, это значит, она будет умножена на два, я правильно понимаю, или что это? Он сказал, что в один прекрасный день мы перенесем этот город Света сюда. Это будет реализацией ныне вторичного силового поля аспекта Омега Шамбала, в то время как альфа-аспект останется расположенным там, где он есть. Вы знаете, вот этот альфа-аспект мне напоминает альфа-банк. Все эти парковочки свободные, машина уже от этого банка приезжала. Вообще, чем-то вдохновиться Татьяна Салмана. Татьяна Салмана, и самое главное, вот это вот такая погода, сейчас даже такие вот детучки. В общем, солнышка нет, но уже вечер. Ох, нужно расслабиться, получать удовольствие от Татьяны Салмана. Вот это вот, да, то, конечно, углубиться в такие вот эти вот углубицы. Да, альфа-аспект. Татьяна Салмана не напоминает карту альфа-банка, которая работает сама. Так, хорошо. В то время, как альфа-аспект останется расположенным там, где он есть, в море света над пустыней Гоби. То есть копия такого же горня. Недавно господь Гутама установил свою западную шамбулу в эфирной октаве над внутренним священно-обителью вблизи Елоустонского национального парка. Елоустонского национального парка. 18 апреля 1981 года объяснил. Я посылаю дугу света из Шамбалы. Я посылаю дугу света из Шамбалы. И хотел бы основать землю ветхого дня. Сейчас я замыслил, обратите на это внимание, образование дуги пламени Шамбал во внутренней священно-обители, западные обители Будд и Бодхистад и будущих Бодхистав, являющихся приверженцами света матери. Ну, это все. Что здесь по этому поводу написано? Так интересно, правда? В общем, так интересно. Ну, что сказать? Прочитала, как есть? Как хорошо ветерок. 28 там, ну, наверное, все-таки около 20, хотя сейчас уже вечер. Я думаю, сейчас, наверное, 28, счастливое число. 28 градусов тепла. Так, здесь очень много... Западная Шамбала. Даже золотой век. А, смотри, Шамбала. Может быть, каждый по-своему это как-то понимает? Ну, так очень интересно, что в эфирном... А где Шамбала? Она в эфирном? В эфирном поле или как там в эфире, короче? В эфире. Почему ее не видно? Потому что это эфир. Так что вот. Глава 4. Ахимия слова. Камни для мудрых мастеров-строителей. Так, нет, здесь было где-то вот это вот осаждение. Осаждение. Я вообще тут эту главу... Я еще где... Где оглавление здесь было? Я про любовь немножко читала я уже. Мудрость. Мальтийский орден. Мальтийский крест. Разные тайные общества, которые, знаете, вот это вот, они явно обладают, обладали, те, которые не исчезли, обладают какими-то тайными, знаете, тайными знаниями, тайными знаниями. Ах, это волшебство. Ах, этот Гарри Поттер. Я же им загрузила. Это музей Гарри Поттер. Интересно, правда? Волшебная палочка. Высший алхимит. Татьяна Салмана вам еще не то прочитает. Татьяна Салмана вам еще не то прочитает. Татьяна Салмана хочет быть такой же известной, как Джоан Роулинг с Гарри Поттером. Так что вот, Тяна Салмана сейчас еще где-то тут это возьмет свою волшебную палочку. Так что вот. Татьяна Салмана. Природа уступает уму, подобному уму ребенка. Наиболее важный ключ, который мы можем дать алхимику на этой стадии его развития, содержится в следующих словах Иисуса. Кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в него. В первозданная красота природы. Эфирные световые блики. Чье мягкое сияние может быть воспринято раскрывающимися духовными способностями детей Божьих. Сохраняет как свое основное содержание милое творческое желание ребенка. Я не хочу выводить из заблуждения ума детей человеческих, предающих высокому и могущественному разуму владык космоса некое ложное очарование, превознося наше служение под богоначалом, что подобно золочению космической лилии. Однако, как интересно, как красиво написано, золочение космической лилии. Однако, я чувствую необходимость указать, исходя не только из своего опыта, но также из опыта тех, кто находится выше меня, на иерархической лестнице, что чем выше мы продвигаемся в наших контактах с Божественным, тем более дитя подобным, более простым, более прекрасным представляется его образ. Поэтому мы можем заключить, что сама невинность природы является, быть может, величайшим ключом к ее потенциалу производить чудесные алхимические творения. Так что мы подчеркиваем необходимость детей Бога освободить свои умы от беспокойных эмоций, завладевших на столетия их энергиями и заточивших их в бессмысленном круге смятения и борьбы. Большой преградой к духовному прогрессу стало то, что люди путают святую невинность и уподобление ребенка с изображением из себя дурачка. Люди путают святую невинность и уподобление ребенка с изображением из себя дурачка. Самые высокие владыки подобны, страница 166, подобны детям, ласковы и невинны. Смотрите. Самые высокие владыки подобны детям, ласковы и невинны. Тем не менее, действуя в мире, они обостряют свои мирские чувства для исполнения правосудия и человеческих делах. Я ввожу в наше изучение среднего курса алхимии тему становления как дитя малое, потому что любые мысли и чувства отпечатываются на чувствительных матрицах алхимического проявления. Смотрите. Я ввожу в наше изучение среднего курса алхимии тему становления как дитя малое. Как интересно. Так что ни одна мысль и ни одно чувство не может быть названы малозначительными или не относящимися к делу. Без колебаний я заявляю, что наиболее важным из алхимических факторов в раскрытии наивысших аспектов творения является ум, подобный детскому, чистый и бесхитростный. Детский ум это величайший ум, потому что его невинность является наилучшей и наивернейшей защитой, потому что он не набит концепциями и потому что он освободен совершенствоваться в восприятии симметрии света, звука, света и новых идей. Короче говоря, такой ум свободен для творчества. Его высшая цель – распространение счастья в самых разных формах и проявлениях. При этом он не теряет ни детской чистоты, ни невинность. Так что хочу обратить ваше внимание, что сегодня я написала такой анонс, и раньше делала такой небольшой анонс, что если кто-то хочет стать спонсором моей программы, моих программ Творческой студии позитивного мышления и силы позитивной мысли, Татьяна Салмановна Макту, Саи Фуддин, тот может написать мне сообщение, может оставить комментарий, знаете, можете оставить комментарий к одному из видео на моих каналах Ютуба, вот, а вообще вы можете прислать деньги по Вестинг Юнион, или также у меня есть банковский счет, кредитная карта, банк Тинькофф, вот такие вот дела. Имейте это. Еще такая просьба присылать такую информацию, что сначала вы встаньте, заплатите нам определенные взносы, чтобы мы вам оказали помощь. Таких предложений прошу мне не присылать. Так что вот, благодарю. Вот такие вот дела. Если вы хотите поддержать финансово, мои каналы Ютуба, Татьяна Салмановна Макту, Саи Фуддин на русском, на английском языке, вот, мою творческую студию позитивного мышления, you're welcome. Так что вот, добро пожаловать, и будет, знаете, это очень кстати. Я приму эту спонсорскую помощь с огромной благодарностью. Вот такие вот дела. Как я уже сказала, можете деньги перечислить по Western Union, или я вам сообщу, в личном сообщении, мне напишите. Так что вот. Другие способы, пересыла денег, так что вот для меня. Имейте это в виду. Продолжение следует... Наука визуализации. Проникновение в материю. Практическая алхимия. Другого вторая. Продолжение следует... 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 Смотрите, страница 117, строчка снизу 3, 4, 5, 6, 7, 8. Человек не может торговаться с Богом, однако космос гораздо чаще готов дать любой благой и совершенный дар, чем человек готов его принять. Так что проблема заключается не в океане, полном жемчуга, но в самом искателе жемчуга, которому он надлежит признать присутствие сокровищ небесных в космических глубинах. Сокровищ, которые человеку предназначено небесами не только обнаружить, но которыми ему надлежит и владеть. С Богом или Космосом не торгуются. 118, страница. Космос всегда желает передать наивысшие и наилучшие дары человеку, но для того, чтобы получить их, человек должен изменить свое отношение. Те, кто преуспел во владении мирскими знаниями, в глубине души верят, что через академические изыскания нашли ключи к управлению чувствами и к завоеванию права войти в Царство Духа. Мы говорим, что это не так. Ни умом, ни лицемерием человек не обретает высших даров. Эти дары придут как естественное раскрытие души, подчинившейся Божьей милости и понимающей, что сделав это, она может справедливо ожидать проявления в себе божественного откровения. И когда это откровение происходит, оно принимается в ореоле праведности и разума. Праведности, которая не причиняет зла своему соседу, которая не хочет причинить вреда кому бы то ни было, и разума, который понимает, что лучшие дары духа связаны с практическим миром. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...